Недавно в Химках объявили победителю конкурса «Народный участковый-2021». Им стал сотрудник Сходнинского отдела полиции Александр Герасин. Этот титул для него уже не первый. В прошлом году он стал призером в этой же номинации. Статью из местной газеты об этом событии он хранит около своего рабочего места. Вот в прошлом году вышла про меня статья в газете местной о том, как я 13 лет назад пришел служить в милицию после срочной службы в армии. А где служили? В армии я служил во внутренних войсках, осуществлял охрану важного государственного объекта. Александр признается, что пришел в полицию вместе со своим братом-близнецом по стопам прадеда, который также служил в органах. С самого утра в кабинете участкового уже кипит работа. Алло. Да, доброе утро, Валентин Петровна. Что случилось? Опять Алексей Сергеевич у нас хулиганит. Напомните вашу квартиру, какая у вас. В течение получаса буду, Валентин Петровна, у вас. Нарушителей общественного порядка на месте застать не удалось. Но зато появилась ясность, с кем поговорить и к кому обратиться. Александр Иванович, у меня такая к вам жалоба. Молодежь у нас несколько дней уже ходит, вечерами гуляет. Я с ним провожу беседу, но они на это не реагируют. А к кому они здесь приходят? Да вот неизвестные, кстати. Может, Клешик, может, еще кому. У меня здесь алкаши-то есть в доме? Я понял. Проведите беседу с ними, чтобы все-таки здесь пожилые у меня живут. Если вдруг кто не знал, слово «участковый» образовано не от участка, а от слова «участвовать». Потому что сотрудники должны принимать участие в жизни людей и помогать им найти выход из разных ситуаций. В целом район у нас спокойный, да. Но в связи с тем, что численность населения в нашем микрорайоне увеличилась в два раза, обращение граждан, соответственно, тоже увеличилось. По сравнению с городом Химки, где население на порядок больше, чем в нашем микрорайоне Подресского. Александра Герасима выбрали жители путем онлайн-голосования. Как признаются химчане, хорошего участкового видно сразу. Его жители района знают в лицо. Хороший, отзывчивый человек, добродушный. Если придешь к нему по какому-то вопросу, он всегда поможет, ответит, как что, чего посоветует, как лучше сделать. Ну вот хулиганов тоже гоняют у нас. Позвонишь, они всегда приходят, вот, поговорят с ними. Мы и детям говорим, что он самый лучший участковый, что он следит за порядком, он видит все и везде. 7 октября состоится второй этап конкурса «Народный участковый», на котором будут выбирать лучшего сотрудника в Московской области. С такой поддержкой можно смело сказать, что у Александра Герасима высокие шансы на победу. А если и там он станет первым, то отправится уже на всероссийский этап. Спасибо.